Музыка Перед походом к очередному врачу или к тому единственному врачу, которого вы выбрали, он у вас пусть будет пятый или первый по счету, все вместе сесть или каждый пускай составляет свой список и туда написать самые, казалось бы, глупые вопросы. Вот пусть вам кажется, что, вы знаете, он у меня икает, чихает, дышит не 30 раз, как написано в интернете, а 38, ну и многоточие и т.д. и т.п. Я посоветую не бояться глупых вопросов, потому что последствия от этих глупых вопросов оказываются потом не фатальными, но могут быть с определенными сложностями решения этих вопросов. Не бояться показаться глупыми. Врач сидит, ну, придя в поликлинику к доктору, у которого на пациента 15 минут, по-моему, законом вымерено сейчас, вы ему не зададите ни одного вопроса. Вы можете только успеть раздеть ребенка, ну, может быть, еще одеть успеете, если вас не выгонят в коридор вместе. К сожалению, это сейчас ситуация во многих районах поликлиниках. Частные клиники, да, и платные структуры. Чем хороши? Тут работает два закона. Комплексность услуги и индивидуальный подход. Поэтому не бояться строить эти безумные списки на безумное количество вопросов любых. Я даже перечислять не вижу смысла, потому что пусть это будут любые вопросы, связанные с вами лично, с вашим ощущением. Мать должна по отношению к себе тоже задавать вопросы, имеет право на педиатру задать все эти вопросы. Потому что мать и дитя – это одно целое. И я рассматриваю, как акушер-гинекологи свою работу, к ним приходят, мать и дитя в едином сосуде. Они у меня разделены, но они остаются едиными до конца своих дней. Связь про пуповин, наверное, все слышали. Это никто не отменял. Поэтому для того, чтобы определить врача, вы делаете список вопросов, а дальше опять же, возвращаясь к вышесказанному, анализируете, нравится вам ответы этого доктора. Даже если вы не медик, не имеете отношение вообще никакого к медицине, включайте свои отцовские, материнские чувства. Чувствуете, вам подходят эти ответы? Они перекликаются с вашими ращениями, мировоззрением и воспитанием тоже. Только после этого можно выйти, переварить все это и сделать вывод. Мне этот врач не подходит. Нет, мне этот врач подходит, и я останусь с ним до 18 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова